Продолжение следует... Будет что-то из пейнткиллера. Кстати, на титульном листе игры мне сегодня в глаза бросилось, что там написано автор Носков СС. И глядя на этот геймплей этой игры, начинает казаться, что СС это не инициалы, а место службы Носкова. Стернки репли. Ну давайте, морячки, давайте. Не, вообще... Кстати, узнали, что это за станция, написали там в комментах. Не то, чтобы мне было интересно. Я питерские-то станции метро, наверное, не все знаю. А уж, что это за станция и в каком-то городе. Ну и сейчас начинается просто дикий шикер. Оказывается, что бронзовую статую можно убить очередью в голову. Как же броня? Из автомата нельзя целиться. А патроны-то, блядь, кончились, ёпта. Чё делать будем? Может, надо было выключить песенку на граммофоне, может, их музыка так взбодрила. Получи поебалу, получи. Ещё и собака прибежала, что ли? Блядь, ещё и собаки. Ну, если реально, у меня патронов нету, мне их взять не дают. Иди в жопу. Тут бы граната, блядь, не помешала, мне кажется, они... Я понимаю, статуи ожили. Собаки, блядь, откуда пришли? Поверьте, подобрать рожок патронов в этой игре дело, блядь, непростое. Тут пиксель-хантинг, блядь, похлеще, чем в Армате. Надо куда-то в специальное место, походу, в секретное, сука, навестись. Нажать. Только тогда рожок подбирается. Только так, а не иначе. Да здравствуй, сюрприз. Морячок крепкий, крепенький. Очередь в башку выдержал, как и не было. Что, еще патроны-то будут где-нибудь? Сюда, блядь, убежать куда-то можно. Может, мне нужны патроны, которые остались там? А, здесь нельзя лечиться, здесь... Лучше бы здесь патроны, блядь, бесконечные были, нездоровье. Я нашел еще один патрон, хоть и огреб. Я даже не знаю, имеет ли смысл стрелять им в голову. Мне кажется, абсолютно нет смысла. Можно спуститься вниз, но у меня один вопрос, там патроны есть. Так, ну что, давайте. Блядь. По-моему, я в какую-то, сука, невидимую стену попал. Еще одного завалил. По-моему, данный уровень, он чисто на наблюдательность. Нужно пронаблюдать, где лежат патроны. Лежат они вообще хер знает где. Вот я больше не представляю, где еще их искать. Они и на свету-то незаметно, а в темноте. Извините, и вовсе бред. Сумасшедшего. Натуры не так бред, сумасшедшего, конечно. Даже, блядь, батарейку в фонарике не поменять. Другого оружия у меня нету. То есть, нельзя достать топор и начать рубить эти статуи. Может, можно взять бронзовую винтовку. Бля, ну и борода, и музыка такая же вообще нервирует. Нет бы из них патроны падали, хоть все, лутал бы. Стрелял, лутал, а теперь вообще не знаю, что делать. Не представляю, сколько их еще живо. Ну, трое точно. Ошибись, а если тут зажмут, что? Ошибись, а если тут зажмут, что это будет коробок спичек, блядь. В темноте появился достойный конкурент, блядь. Найди рожок патрона в темноте. Ну, я что-то такое предполагал. Ну, я думал, что это будет коробок спичек, блядь. Или иголка в стуги сена тоже. Достойное продолжение. Блядь, ну где? Да. Поеботина, по-моему, редкостная. По-другому даже хуй назовешь. О, блядь. Ну, еще. Этого мало, этого не хватит, блядь. Пол рожка на одного уходит. Вот братья Березуцкие как раз идут. Вот эту шмоньку надо. Главный герой еще, блядь, пиздецкий косой стрелок. Даже в упор не попадает по этим истуканам. То есть пули улетают. Здесь, наверное, задержка выстрела покруче, чем в армате. Так, ну я думаю, что и с этой стороны тоже где-то здесь. На парапетике должен лежать. Как минимум, два рожка еще должно быть. Больше у меня даже, блядь, мысли нет, где они могут лежать. Если они там внизу где-то, блядь, между шпалами лежат, то я, блядь, маму того педалировал, блядь. Там просто невозможно будет увидеть. Ну все, пизда, нету. А кажется потом, что герой спит, ему просто, блядь, надышался чем-то. Пошли нахер, урода. Блядь, это самая ебланская перестрелка за всю историю игр, по-моему, вообще. Впервые вижу настолько кончелыжный шутер, где надо просто увидеть, где лежат патроны, чтобы врага убить. Ну просто реально. LCD-монитор, блядь. Я думал, тут древняя. Все. У меня столько чувства, что я засрал этот уровень, просто не знаю как. Они еще что-то говорят, там, по-моему, нет. Площадь революции, это станция метро. Да. Может читы, блядь, погуглить. Фонарик вообще окончательно сдох. И от музыки уже потихоньку тянет блевать. Только, блядь, от этой игры. Не знаю, от чего больше даже. Ну все, пизда, нету больше патронов. Хули смысл-то, блядь, удрочить ходить. Ебаная чушь, блядь. Еб твою мать. Сколько их там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще, блядь, три рожка патронов нахуй на них надо. Но два, потому что, как бы, там... Уже некоторые шотные, я думаю. Может, надо им отдаться, чтобы они меня убили. Это будет конец уровня. Я не верю, что, блядь. Что какой-то еблан серьезно мог сделать такой уровень. Настолько, блядь, тупорылый. Что, блядь, для того, чтобы его пройти, даже тупо патронов даже не хватает. И нету даже, блядь, вот ничего. Ни оружия ближнего боя, блядь, нихуя нет. Фонариком замигаю вас до смерти, пидорасы. Нет, Сергей Носков именно такой еблан, который сделал, блядь, на такой уровень, который, блядь, просто хуй пройдешь. Серега, тебе говорили, что ты, блядь, что у тебя дар просто от бога, нахуй, делать говно, ебаная? Серьезно, я тебе говорю, что это, блядь. Своего рода талант. Я думаю, что когда-то и Кубрика не все понимали, но единственное, что Кубрика-то поняли, а тебя-то вряд ли поймут. Потому что у него хоть какие-то мысли были, а это пиздец просто. Инфернальное говно. И вот собака, блядь. Серега, вот нахуй здесь собаки, блядь. Объясни мне. В комментах под этим видео желательно. Ладно, статуи, они хоть здесь были, блядь. Собаки сюда откуда пришли. Так, ну где еще? Интересно, сколько здесь патронов в рожке? Этот в каске, что ли, ему похуй. Какое-то время получив пару... По-моему, это, кстати, мужик в платье. Получив уже смертельный урон, блядь, они продолжают идти, по-моему. Счетчик патронов? Не, не слышал, да, Серега? Блядь, ну и ебанина, ебаный в рот. Ну все, здесь последний рожочек. Сейчас будет то же самое, что в первый раз. Останутся шесть статуй, которых просто нечем будет убивать. Может, им, блядь, куда-то, блядь, стрелять надо в задницу? А, вот он. Секретный рюкзак. Черный, блядь, в темноте. Понятно все. Причем фонарик, блядь, но он светит все хуже и хуже. Он садится. Ну все, в очередь, сукины дети. Да, на этом уровне можно просто настреляться до усрачки, блядь. За всю прошлую игру бы ничего не происходило. Все. Ленин-то не оживет какой-нибудь, блядь. Теперь ДО. Ну да. Он лежит в кровище почему-то, в угаре в каком-то. Я просто встал, ушел, а че это он там лежал, блядь. Как он туда пришел? Не то, чтобы меня волновало... Не то, чтобы меня волновала эта игра, но как он туда пришел, блядь. Отчего он там упал? Что это ему привиделось? Я либо не помню, либо не понял, либо не знаю. Да кому какая в жопу разница. Так, ну, площадь революции, а на выходе тут должна быть церква. В Яндекс.Картах, чтобы посмотреть его бомжи. Так, у меня ствол есть. О, два рожка патронов. Руки вверх, ваша песенка спета. Не знаю такой песни. К сожалению, или к счастью, даже хрен поймешь, потому что это очень плохо слышно. В чем сейчас суть задачи-то? Куда я дан прийти? Что надо сделать? Он видит людей, но почему-то не стал с ними разговаривать. Ну, допустим. Что дальше? Обосраться, блядь. Что меня тут недолюбливают. Ролл. Ролл. Что, 36-й регион, разве Москва? Мы вообще в Москве? Где площадь мира-то? Площадь революции. Мне кажется, блядь, везде, наверное, есть такая площадь. Ну, аптека. Что, пошли хилок. Хилок зачерпнем, я? А если в кого выстрелить, попробуй, он умрет. Я попробовал, блядь, но патронов так жалко. Что это такое? Противогаз на входе в церковь. Ладану, что ли, надымили? А с парадной стороны, что, входа нет? Что за тачка? Вот это понятно. Мини-пупер. А это, наверное, конструкторское бюро носков. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Че делаешь? Проваливай отсюда! О, как? Да, кто-то сомневался. А если? А, прикольно. Тут обоимы, короче, из-за резаряжения не пропадают, блядь, вообще супер. Естественно, я сделаю рестарт, потому что, ну, патроны здесь на вес, на вес артефактов. И хочу сказать, что подобным реализмом в плане того, что нет индикатора количества патронов, потому что перезарядка приводит к потере всего остального, всей остальной обоймы, да, или рожка автоматного. То есть Серега ни много ни мало замахнулся этим на тарков. Это выглядит как приглашение сесть внутрь, чтобы тебя там закрыли и увидели. Ах, ну, понятно. Ну, понятно. Вы смотрите. РЖД 2015. Серега, Серега юморит по поводу игры Метро 2033. Игру от Илье я не знаю, к сожалению. Что еще? Ничего. РЖД, блин, 2015. Это что за? Бойс. Бойс, что написано? Нет, это пошло выглядит. Тим Бойс, мальчиковая команда. Они почему ему Бойс Бэнд написали? Ну, это, по-моему, либо Пежо 407, либо Мондео, не знаю, что-то знакомое. В то же время что-то непонятно. Может мне вот в эту дверь, она вот тут что-то с краю как-то. Нет, да? Ну, кто б сомневался. Да, ну, навекан. Ну, наверное, надо в натуре в этот грузовик залезть. Зачем-то. Вы вот лазите в открытые грузовики? Я как-то избегаю таких возможностей, когда они предоставляются. А, либо вот туда, где чувак коробки перебирает. Все-таки аж дальше не пошел. Не знаю, что он там с ними делает. То одну возьмет поддержит, то другую возьмет поддержит. Так, у нас главное. Отлично. Идем. А вон домушник, походу, орудует. Изи, изи. Никак не профессионально он отрабатывает. Открыл? Открыл. Привет. Да, привет, привет. Че, аккумуляторы тут все складируешь? Я тут задик немного. Не стой над душой. Ой, блядь, знакомый голос. Это что, вот ему дали озвучить вот это побочное говно? Даже не ключевой персонаж несюжетный, просто какой-то. О, боже. Ну, понятно, да, что с таким уровнем озвучки глупо ему доверять, озвучивать главного героя. вон еще аккумулятор. Один с пиздорезом у него обойдется. Так, и нет будущего. Под окнами местная шпана конючит науфьюче. Чем тебя выручить? Молоко, хабарики. Закрыто. Тут, смотрите, везде аккумуляторы навалены. Черные брать нельзя, а вот белые можно. Советую проверить эту игру на расизм. Белый аккумулятор не может быть лучше черного. они должны быть равны. Что у тебя с субтитрами? Аккумуляторов откуда я ему их должен притащить? Ладно, воспользуемся планом А и залезем в грузовик. Аккумулятор, знаешь, сколько аккумуляторов весят? А, может, и вот теперь может, герой не может по одному их носить? Нет, он просто просто брейн хочет белые аккумуляторы, проклятый фашист. где ему белые настанут? Могу черный в белый покрасить, но а вон я вижу, кажется, квадратное что-то стоит, смотрите. И... нет, это какой-то кусок дерьма. Вау, 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 вау. Давай туда и галоши заберем, ничего уж. Ничего себе. Грузовичок такой полезный оказался. Ха, обалдеть. Патроны, хилка, все на халяву. Бля, серьезно, где белый аккумулятор-то найти? Понимаю, это центральное задание этого уровня. Притащить ему белых аккумуляторов. Отмычки, а на хрена мне эти отмычки, что мне с ними делать? Сколько у него места для аккумуляторов еще? Раз, два, три. Нет, черный аккумулятор, он тоже котирует, просто главный герой не берет черный аккумулятор. Вот, смотрите, опять черный аккумулятор. Ай, блядь, идиотизм. Серьезно, бля, по-другому не назвать. Ну, что за говно? Чем в понимании, блядь, в понимании разработчика белый аккумулятор отличается от черного, кроме цвета? Учитывая, что он эти аккумуляторы, мне кажется, не заряжать, таскает, он, не знаю, свинец, может, из них выковыривать собрался, может, кислоту сливать или что там еще. Видимо, Сергей Носков полжизни на девятке ездил, поэтому с особой любовью нарисовал ее внутренний интерьер. Вазики он так, над вазиками он так не корпел. А если посмотреть на левую фару вот этой неизвестной машины, создает впечатление, что на нее кто-то кончил. Вау, иномарка. Фаб, фаб. Вот его дурачка, это у меня аккумуляторы. Типа ларечек такой, что весь стеклянный. Стекла такие по колено. Что здесь было, пивная? Мы никогда не узнаем, что здесь было. Камон, что за херня? Воу. Челочка. Замануха, чувак, замануха. Сейчас по башке дадут, а у тебя уже и так башка не целая. Там вон общилась. Аптека рядом, иди. Ой, какая неожиданность. Ай, какая неожиданность. Доставай ствол, стреляем в спину. Ну их нахуй. А в чем смысл, блять, этой акции? Они даже у него ничего не спиздили, у него ничего и не было. Просто ебнули его ножом и ушли. Охуенно. Да, я полечился, но не похоже, что герою стало от этого легче. Теперь он может таскать аккумулятор или нет? Да, родные места, блять, на перо поставили. Здравствуй, Родина. Куда они ушли? Блять, они забрали у меня все. И автомат забрали, и пистолет забрали. Ушли в переулок, в котором даже двери, блять, ни одной нету. Они что нахер, в воздухе растворились? главного героя продолжает течь кровь. Видимо, он теряет здоровье или что? Или просто она течет? батарейки оставил. Что это такое? Ну и что я должен делать? А камон ты. Странно, но он не потерял способность к бегу. Никогда не видел торговых автоматов, где написано было минеральная вода. О, сейф, кстати. Надо сюда этого, наверное, чувака с отмычками позвать. Белунов Алексей. Зачем ты в квартире у него на столе, блин, стоит визит. О, о. Ну, кода-то у меня нет. Что у него? По буквам алфавита надо его именно обрачивать. главный первый сейф главному герою неинтересен, вот только второй. Воспоминания, камон. Я в детстве так глобус хотел, не знаю, нахер он мне был нужен. Крутить его, наверное. там еще дверь открылась, ну, это последний шанс Петровича выжить, по-моему. Охеренно. Какая, блядь, огромная квартира. Обои такие модные. Я тут ранен, дай бинтик, блядь, спереки все, ёпта. Равнодушие, только могут, что ныть, что их власть обворовывают, а как сами друг другу помочь, так нихера. Интересно, спутник это нашего Серегу вообще увидим? Мне кажется, главный герой больше ничего скорее если он не увидит, потому что ему жизнь осталась. Ну, кошлянуть еще три раза. Не, индикатор смерти не заполняется, листы не краснеют. Значит, он не умирает. Просто кашель. Кашель пробрал. Родные места. Если это родные места, значит, это Липецк, что ли? А в Липецке метро метро Ну, еще один аккумулятор. Давай, давай, возьми его. Ну, и планировка это, это, что за? Тут кого-то еще замочил, походу, на маньяк с ножом. блядь. Блядь, блуждание, конечно, вообще так интересно. Во! Соседи не смущает, что у них тут их сосед благоухает, лежит не первую неделю уже. Судя по всему, не последнюю. Еще не весь разложился. Лясик чей-то не забрали. Холодос оставили. Кто-то странно отсюда переехал. Чувак спит, походу. Ну, что не открываешь то, придурок? Может, все, он типа ослаб, уже не может ящики открывать? Либо у разработчика мозг ослаб к этому моменту, он уже не смог допилить адекватно. Даже такую неадекватную игру. Все, пиздец, что, все? пригодились бы отмычки. Держих, возьмешь, что, блядь, аккумуляторы надо искать. Сука, в этой игре постоянно надо искать какое-то говно конченное. То, блядь, ведро в темноте, то автоматы, когда за тобой статую гоняются. Теперь, блядь, аккумуляторы белые. ебанина какая-то. А как же сейф открыть? Белунов, блядь, Алексей. Ты мне о чем-то должно сказать, что ли, его имя или что-то? Аптека закрыта, да? Отлично. Единственное, нужное здание в этом городе. Не здание, а магазинчик на данный момент, который мог бы спасти жопу главного героя. И он закрыт. И теперь мне надо идти, блядь, искать аккумуляторы. Аккумуляторы, Карл, искать. Раненый, блядь. Аккумуляторы таскать. Сколько там каждый аккумулятор есть? Ну, не меньше пятнашки, да? А то и даже двадцатку, наверное. Даже не знаю. Дом кофе, но кофе-хаус. То, что Серега некоторые названия перевел и упростил. Ми-ми-ми. Эспрессо-капучино. Как раз я что-то не видел, чтобы в кофе-хаус такие двери, блядь, были, как в квартиру. А вторая закрыта, блядь. Ебать. Зачем первая тогда открывается? А, теперь, когда главный герой получил пером под ребра, вообще все двери в городе открылись. Волшебство. Блядь. Блядь. Обшаривать одинаковые квартиры это так интересно. Вау. Десять из десяти. Ну что-то знакомо из ДДТ, по-моему, что-то. Конечно, когда ты раненый истекаешь кровью, самое время сбацать что-нибудь на гитаре. Из лута, как назло, одни батарейки. Ну, главного героя в заднице батарейки как раз подсела. Ну, ему бы, я не знаю, ликопластырь хотя бы найти. Какая фотка, ничего себе. Ай, блядь. Нахуя я в это вообще играю, блядь. Вот тут, наверное, каждый, кто это говно проходит, задался бы этим самым вопросом. О. Такой же, как и я, бедолага, походу. Ну, хоть аккумулятор оставил. И пожрать. По городу все шныряют, как черти. Каждый пытается вынести из квартир столько, сколько сможет, что нужно и не нужно. Следует быть очень осторожным. Народ меняется на глазах. Под угрозой смерти доверять не стоит никому. Забаррикадировал двери, окна забил, может и не сунется никто. Пережду пока здесь, а потом двинусь за город. Там, говорят, попроще, люди поспокойнее. не успел двинуться. Не успел двинуться. Чувачок за город. Не видать ему лона природы. Будет прикольно, будет прикольно, если последний аккумулятор в сейфе с неизвестным шифром. Это был бы номер. заебись. Я не помню, в церкви аккумуляторы были? Или вера в бога в подзарядке не нуждается? О, чувак. Ты не видишь, что я ранен? Вот ты смотришь как раз, по-моему. Да кого я обманываю, всем похуй. О, это что за вышка здесь такая непонятного назначения Херовина. Тут как в Ведьмаке, блин, у церкви растет этот вороний глаз. Интересно, чем, блядь, вот такая игра может кончиться вообще, серьезно? Главный герой помрет, мне кажется. Кофе открылось. Интересно, не проще аккумуляторы искать в машинах, открывая капоты? В этом хотя бы была бы логика и смысл какой-то. Нет, смысла бы не было. Логика была. Ломбард. Может кто-то аккумулятор заложил? Нет, конечно. Бля, может надо ультрафиолетовым фонариком на сейф посветить? Я уже что-то забыл, что у меня такая штука есть. Так, ну давайте посмотрим, что тут у нас есть, как его включать. Вот. Так, сейчас. Но мне кажется, максимум, что здесь найду, то, что в ванне, блядь, малафейн обрызгана. Вообще, это долбанный ультрафиолетовый фонарь нужен только в одном месте игры, чтобы увидеть сраные крестики на стенах. Вы серьезно? О, обойма до пистолета. Ничего себе. Пистолета самого у меня, правда, нет теперь. Нихера, да? Зачем за ручку дергать? Точки какие-то появляются. Надо что, после каждой цифры дергать за ручку, что ли? Давайте 2033 наберу, там, ведь это отсылки к метро. 2033. Come on. Как, блядь, работает эта хуета вообще? хуй поймешь. Хуй поймешь. Ладно. Остается последний шанс отдать аккумуляторы брендиту, блядь, и аккумулятор, потому что я даже двух не нашел, один. Надеюсь, что этому скобырю хватит, и он даст мне свои сраные отмычки, я пойду. Я уже даже не помню, где та квартира, блядь, от которой они нужны. Настолько здесь бестолковая огромная карта. Ну, здесь вот одно место есть еще. О! Отлично! Держи, я человек снова. Да, именно таким голосом должен разговаривать, такой лысый гопник, блядь. Так, забыл сказать. Спонсор отмычек магазин Зака-Зака. Ой, сука. А нахуй я сюда иду? Отмычки-то, блядь, не от сейфа, наверное, ёпта. Там, наверное, в квартире, блядь, кот от этого сейфа, а в сейфе, блядь, не знаю, губная гармошка какая-нибудь лежит. Почему губная гармошка? Ну, хуй его знает. В этой игре вообще нету логики. А может, там лежит пистолет, и главный герой застрелится? Надо еще найти, блядь, где эта квартира. На втором этаже, по-моему, все силы покидали герой застрелил. Пожалуйста, последний, ну, три шажка. Давай, шажок за папку, шажок за мамку. 50 сента, блядь, 8 пуль садили. Тебя один раз ножом тюкнули. Пятая квартира. Ммм, хиф, твою мать. Вау. Я смотрю, что Сергей Носков покусился вообще на все игры. И нахер герой эта квартира? Кастрюлька в туалете. Господи, зачем? И аккумулятор в сортиристы. Ха-ха. Ну, что, пока гадишь, подзарядиться там, я не знаю. К стульчику ток подвести. По приколу, чтобы теща села. Так, на кухне ничего. опять рояль. И все, что у меня осталось. Рояльчик. что это он сыграл? Что это он сыграл? вообще не представляет. Я не представляю. А вот, что это он сыграл. А вот, что это он сыграл. в наше время настоящие письма уже редко кто посылает надеюсь у вас все хорошо не более не болеете и не грустите погода нынче очень радует и настроение несмотря ни на что на подъеме жду не дождусь нашей встречи светика поскорее обнять хочется в ее возрасте ведь как на дрожжах растут большая наверно уже стала у меня все потихоньку жизнь идет движется куда-то на прошлой неделе захворал немного смену свою пропустить пришлось все эти наши последние события мой переезд новая работа много нервов потрепали сейчас вроде все в норму возвращается на днях фотографии наши вспоминал как мы с тобой фотоальбом собирали сколько приятных моментов в нем кадров там немного но для меня это целая жизнь ах как же хорошо было хороша была молодость часто вспоминаем наш с тобой встречи прогулки до утра душевные разговоры поездки ночные прекрасное было время жаль что все в этой жизни проходит в любом случае спасибо что вы у меня такие есть красивые и умные очень жду выходных с вами с любовью андрей так андрей главный герой зовут андрей петрович вот так вот мы узнаем о нем информацию ну что ж это и напишем на твоем надгробие по ходу ключи но ключ от соседней комнаты наверно вряд ли над сейфом а на сейфе тоже был написан андрей по мне нет что никаких трупов от папа так это он ее папа или не он ни хера не понимаю почему эту квартиру не разуровали если тут рядом чел с отмычками в этом очевидно советском интерфью интерьере очень странно выглядит жк телевизор и чё чё делать тут ничего нету интересно нахер я открывал эту дверь тут ничего нет хорош бацильный уже кашлят вот альбом с фотками наконец он же про него там что-то писал сейчас он посмотрит фотки помрет да и это будет конец игры типа грусть тоска печаль я хочу что в сейфе было интересно блять семейный фото альбом это кто второй его кори что да это второй смотри-ка жив еще засранец игра с глубокой моралью о том что фотография это маленькая машинка времени прости битрович еще прощательный давай скажи что ты их сбил ха 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 вот автобус надеюсь ты нашел что-либо да вон смотрите игрушка мягкая вылетела надеюсь ты нашел что искал и чё он нашел интересно в кого у них дочка такая светленькая маркетинг 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 Интересно, каким образом можно повлиять на концовку, я что-то не понял Что-то на концовку повлиять Блядь, ваши решения Чего, если главный герой так или иначе помирает Ну, короче, как обычно у этого автора игра получилась глубокомысленной, в принципе, по большому счету точно так же, как и игра пояс только по сравнению с игрой пояс, все тут очень затянуто и геймплей какой-то в этой игре вообще нахрен не нужно искать ведро, искать аккумулятор и стрелять по статуям нахрена это все нужно Короче, о сюжете, если кто не понял герой переехал в другой город непонятно почему, его семья погибла то есть, я думаю, что он знал об этом и шел сюда целенаправленно забрать альбом с фотографиями потому что, ну, игра называется 35 мм, как сказали, что это ширина пленки фотоаппарата то есть, он шел забрать этот альбом чтобы, ну, не знаю увидеть свою семью хотя бы там на фотографиях вот он ее увидел и умер при этом намек такой, что его спутник с которым он неизвестно при каких обстоятельствах и где познакомился, да, потому что игра начинает с того что они от какой-то избушки идут вдвоем уже в лес при этом, ну, намекает на то, что походу его спутник и есть виновник той аварии в которой погибла его семья и при всем при том, что здесь полно лишнего ненужного нахрен геймплея кое-чего в этой игре не хватает то есть, ну, не добит немножко сюжет то есть, со спутником они там что-то разминулись разошлись, вот тот где-то нашел фотографию который этот уронил и что-то посмотрел на нее, узнал и понял ну, как-то так дела немножко не делаются надо было обыгрывать таким образом мне кажется, чтобы этот спутник не раз и не два спас жизнь главному герою потом они вместе пришли домой к главному герою тот нашел свой альбом показал фотографии своему спутнику спутник узнал бы этих людей, да, на фотографии потому что он виноват в той аварии ну, короче, рассказал бы о всем главному герою тут бы, короче, и чтобы, вот, короче, принятые во время геймплея решения в игре они повлияли на то, убьет главный герой своего спутника или оставит его, не знаю, как-то в живых то есть, ну, чтобы он видел какие-то сцены там милосердия и жестокости и того и другого чтобы, ну, то есть, сможет он простить своего спутника или нет но даже в таком варианте, как сейчас хоть это и какое-то глуповатое получилось сюжетное решение геймплей так себе но даже в том виде, в каком игра есть сейчас она все равно голову лучше, чем инвестигейтор потому что инвестигейтор, потому что инвестигейтор это уж вообще отбитое наглухо отбитое говнище тут хоть что-то попытались передать и в целом мысль, которую вложили в игру, понятна и она вообще, мысль, главное, что в этой игре хотя бы есть это уже хотя бы что-то потому что в инвестигейторе нету вообще ни хрена ну, раз что кроме графики ну, в общем, вот такая игра 35 миллиметров не знаю, можете в комментах написать как вам эта игра что вы думаете по поводу ее сюжета может я что-то неправильно понял, не знаю в общем, что-нибудь пишите, что-нибудь жмите ну и все такое что-нибудь за это